Здравствуйте, мои хорошие! По многочисленным просьбам моих дорогих подписчиков, я представляю вашему вниманию обзор всех известных Квами и их талисманов. В активном состоянии талисманы могут отличаться от их первоначального вида. Итак, начнем! Тики – Квами малиного-красного цвета, с большой головой, крошечным телом и темно-синими глазами. По внешности она напоминает божью коровку с двумя усиками, черными пятнами на лбу и щеках и коротким трехконечным хвостом. Тики спокойная и собранная, и в то же время веселая, добрая и надежная. Имея много мудрости, Тики поднимает моральный дух владельца или дает ему совет. Она может призывать людей отвечать за плохие поступки, если это необходимо. Талисман – это серьги, которые имеют вид приплюснутых половинок шара с гладкой поверхностью и серебряной подкладкой. В скрытом состоянии они черного цвета. Плак – Квами с тонкими конечностями, усиками, как у насекомых, и хвостом, напоминающие по внешности черного кота с зелеными глазами. Плак очень ленив, ворчлив, эгоистичен и до безобразия нахален. Самым большим его пристрастием является сыр Каламбер. Плак действительно имеет добрую сторону, хотя и не показывает этого. Он может быть серьезным, если этого требуют обстоятельства. Его талисман – кольцо, которое в скрытом виде серебряное, а в активном состоянии обретает черный цвет с изображением зеленого отпечатка кошачьей лапки, служащая в этот момент как индикатор окончания суперсил. Нуру – Квами связанный с Камнем Моли, которым в данный момент владеет Габриэль Агрест. Нуру – светло-сиреневый Квами, у него есть крылья бабочки, на нижних крылышках есть длинные и тонкие нити. У Нуру – фиолетовые глаза и спираль на лбу. У него нет усиков, хотя он и мотылек. Нуру довольно умный и полезный, но, к сожалению, ему пока приходится исполнять волю Габриэля, который сейчас занимает темную сторону. Его талисман выглядит как брошь, в середине которой находится темно-фиолетовый камушек. От него отходят четыре полоски светло-сиреневой ткани, образуя некую форму бабочки. Дуусу – Квами, связанный с Камнем Павлина. Квами синего цвета, с малиновой небольшой точкой на лбу. Ее глазки малиновые, а Клера темно-синего цвета. Обладает павлиним хвостом с пятью перьями, где каждый кончик пера имеет круг с темно-синим контуром, черным центром и малиновой серединкой. Также у нее есть три перышка позади головы. Дуусу – довольно переменчивая личность. Она может быть жизнерадостной, а в следующую минуту резко начинает грустить. Хотя, вполне возможно, это вызвана поломкой ее камня. Талисман – брошь в виде хвоста павлина. В скрытой форме он с девятью перьями бирюзового цвета и чуть более светлыми камнями на кончиках перышек. В его основании находится ультрамариновый камушек. Когда камень активен, он сиреневый, с пятью фиолетовыми перьями, украшенными на кончиках малиновыми камушками. В основании находится фиолетовый камушек каплеобразной формы. Вайс – квами, который вселяется в камень черепахи, чтобы человек смог стать супергероем с тематикой черепахи. Это светло-салатовый квами. У него светло-желтые глаза с зелеными зрачками. Также у него на голове есть довольно длинный отросток с тыченкообразным навершием. Панцирь чуть темнее тела. Вайс – добрый и заботливый. Если с камнями чудес что-то не так, он чувствует это. Талисман выглядит как браслет, состоящий из черного и довольно тонкого шнура, сложенного вдвое и привязанного к ней светло-зеленого нефритового камня в форме черепахи. Полен – квами парализации, связанные с камнем пчелы. Полен желтого цвета, высотой примерно 10 см или 4 дюйма. Ее голову покрывают три черные изогнутые полоски, и при приближении к колбу каждая полоска становится все тоньше и тоньше. Ее небольшое жало, видимое сзади, также полосатое. Усики и лапки квами черного цвета. Глаза золотистые с синей склеры. У нее есть ряд верхних зубов во рту, и у нее черные ресницы. Также у нее пушистая, светло-желтая грудка. Полен представляет из себя очень вежливую и педантичную личность. Ее талисман – это золотой гребень с девятью зубцами. Его основание напоминает пчелу с комбинацией черного и желтого цвета, поверх которого находятся два темных маленьких камня круглой формы, а длинные раскрытые крылья имеют на себе несколько линий. Когда камень скрыт, то вся его форма имеет серебряный цвет. Трикс – квами, связанный с камнем лисы. Небольшое рыжее существо с большой головой, крохотным телом и пурпурными глазами. У него есть ресницы, два лисих клыка и небольшие коричневые брови. У Трикса длинные лисие ушки с белыми внутренностями и черными кисточками на конце, а также огромный пушистый хвост с белым кончиком. Его предплечья и голени черные, а живот и мордочка белые. Трикс хорошо разбирается в людях. Камень лисы – это небольшой кулон в виде рыжего лисевого хвоста с белым кончиком на золотой цепочке. Когда Трикс вселяется в талисман, то он обретает четыре линии, тем самым разделяя кулон на пять частей, каждый из которых имеет разный градиентный цвет. После использования суперсилы кулон начинает частями терять подсветку. Последняя точка – белый кончик. Флав – квами, связанный с камнем кролика. Квами с тоненьким телом и лапами. У него белые зубы и длинные уши. Зрачок и обводка глаз – сиренево-фиолетовая. У него довольно игривый характер. Из-за своих способностей перемещения во времени она теряется в понятиях «вчера» и «завтра», «обед» или «ужин». В активном виде талисман выглядит как круглые часы голубого цвета. На крышке у него стрелки, часов и циферблат, состоящий из пяти черных точек. В скрытом виде – часы из серебра, с круговым узором на крышке. Когда ее открывают, то появляется голубая голограмма женщины, которая держит в руках часы со временем. Сюйпу – квами, связанный с камнем обезьяны. Квами – светло-коричневого цвета, с желтой мордочкой и ушами. Глаза – черного цвета. Есть длинный хвост. У него игривый характер. Любит баловство, кривляние. И это неудивительно, ведь ее способность наводить кавардак. Талисман выполнен в виде ободка для головы. В активном виде он выглядит как черный обруч на голову, со светло-оранжевыми полосками. В открытом виде – это золотистый обруч с двумя спиральными завитушками на середине лба. Лонг – квами, связанный с камнем дракона. Квами – черно-красного цвета, с шестью черными шипами и с двумя черно-красными рогами. У него золотые глаза, два длинных уса и длинный хвост, расставившийся на конце. Талисман выглядит как небольшой круглый черный кулон бусина на черном шнурке с пятью вертикальными полосами и красным свечением в центре. Повязывается вокруг шеи. Зигги – квами, связанный с камнем козы. Квами – черно-белого цвета, с черным пятном вокруг левого глаза. На лбу – черные рожки. Есть хвостик. Талисман – это украшение в виде двух заколок, напоминающие бараньи рожки. В скрытом виде они выглядят как заколки в форме бантиков. Возможно, в мужском варианте будут выглядеть иначе. Саз – квами, связанный с камнем змеи. Квами – зеленого цвета, с желтыми глазами и узкими черными зрачками. Есть капюшон, как у кобры, хвост и раздвоенный язык. Все тело покрывает орнамент из черных ромбов. Есть ноги и руки. Он очень умный и серьезный. В активном виде камень выглядит как браслет цвета морской волны. Украшен змеиной головой со светящимися желтыми глазами. В скрытом виде – это серебристый браслет без украшений в форме змейки. Раар – квами, связанный с камнем тигра. Он пурпурного цвета, с черными полосками на затылке и кончике хвоста, с оранжевыми глазками и с желтой склерой и с двумя белыми клыками. Ушки черные. Есть два длинных усика. Его талисман – веловый браслет с желтой кошачьей лапкой и четырьмя подвесками. В скрытом виде видоизменяется. В серии «Охотница за квами» он стал выглядеть как украшение, состоящего из браслета, трех зеленых камушек и кольца, соединенные цепочками. Калки – квами, связанные с камнем лошади. Калки – квами серо-коричневого цвета с белой гривой, хвостом, мордочкой, ногами и под брющем. Глаза светло-зеленые. Есть ресницы и острые уши с белыми внутренностями. Придирчиво и немного высокомерно. Возможно, это связано с прежним хозяином, который, вероятно, был очень известной личностью. Талисмана выглядит как черные складные очки с овальной оправой. В скрытом виде выглядит как обычные очки с прозрачными стеклами. Арика – квами, связанный с камнем петуха. Квами – оранжевого цвета, с оранжевыми глазами и желтыми склерами. На затылке гребень оранжевого цвета. Есть желтый клюв и оранжевый хвост. Талисман выглядит как двойное кольцо с маленькими сердечками, соединенной тонкой цепочкой, носится на большом пальце. Дайзи – квами, связанный с камнем свинки. Квами – светло-розового цвета, с черным пятном вокруг левого глаза, цвета сирени. На лбу усик, ушки гибкие, а хвост – завиток, а рыльца – пятачок. Талисманом является светло-розовый браслет с пятью бусинами. Мула – квами, связанный с камнем мыши. Квами – светло-серый, с небольшим телом, двумя усами и тонким хвостом. У него розовые глаза и серые уши, розовые – внутри. Талисман – небольшой круглый кулон серебристого цвета на черном шнурке. В активном состоянии выглядит как черный круглый кулон с дырочкой в центре. По кругу на кулоне расположены пять продолговатых капелек с завитушками, напоминающими мышиный хвост. Кулон висит на светло-розовом шнурке и закреплен небольшой росовой бусиной. Стомб – квами, связанный с камнем быка. Квами – темно-синего цвета, с узкими черными глазами. На голове – рога, есть ноздри и хвост с кисточкой. Квами – талисман в виде синего кольца для носа с пятью золотыми вертикальными шипами. Барк – квами, связанный с камнем собаки. Квами – светло-коричневого цвета, с белым пятном на мордочке и груди. У него серые глаза, висячие уши, розовый язык и хвостик. Он очень преданный и надежный друг. Талисман выглядит как украшение, которое носит на шее, немного напоминающее тонкие ошейники. В активном состоянии он темного цвета, с пятью золотыми полосками и золотой застежкой. В скрытом состоянии выглядит как цепочка золотого цвета. Итак, мы рассмотрели всех известных нам квами и их талисманы. Но, как мы уже знаем, они не единственные. Их существует намного больше, и мы точно увидим некоторые из них в новом сезоне. Надеюсь, вам понравилось это видео, и я заслужила ваш супергеройский лайк. А какой к вами вам нравится больше всего? Представьте, если бы вам дали право выбора талисмана. Какой бы из них вы выбрали? Напишите свои мысли в комментариях. И помните, я читаю все их и с удовольствием отвечаю на самые интересные. Обязательно проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Если значок подписки горит красным цветом, нажмите, чтобы он стал серым. А также жмите на колокольчик. Не забывайте про мой канал в инстаграм. Ссылочка есть в описании. До новых встреч, мои хорошие! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok